В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Ковалента. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В муниципалитете, как и во всей стране, проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Для жителей открыты три пивилочных пункта. Сейчас поступает вакцина, которая разрешается всей возрастной категории от 18. Поздравляем с победой! Пожарно-спасательный гарнизон Ленинского округа признан лучшим в Московской области. И найти пострадавшего в этот момент, и еще при этом потушить это все нужно, и самому оттуда выйти, это очень тяжело. Вторая жизнь пластика. В «Видном» стартовала экологическая акция «Добрые крышечки». Соседи настолько привлекаются и вдохновляются этим проектом, что они подключают своих друзей, знакомых, близких. В Ленинском городском округе проходит масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. На территории муниципалитета открыты три пививочных пункта. Наша съемочная группа побывала в одном из них. В Южной поликлинике поселка «Дрожено». В Ленинском городском округе открыты два дополнительных пункта вакцинации от COVID-19. Ранее сделать прививку от коронавирусной инфекции можно было только во взрослой поликлинике, расположенной в настоящее время на базе детской. Сейчас для удобства жителей в нашем муниципалитете функционируют три прививочных пункта. Это Южная поликлиника, чтобы было удобно жителям Булатниковского поселения записываться сюда и приезжать на базе Южной поликлиники проводить вакцинацию от COVID-19. И на базе Молоковской амбулатории в этой больнице для жителей, чтобы было удобно доезжать из Володарского поселка, развилка, там же может и горки ленинские. Записаться на прививку можно через портал госуслуги МФЦ и через колл-центр Видновской районной клинической больницы. Необходимы условия – наличие страхового полиса и паспорт. Проведение диагностики не является обязательным. Только по показаниям, если был непосредственный эпидконтакт с больным COVID-19, либо после перенесенного какой-то ОРВИ инфекции недавней, можем только сделать ИФА. Также на ИФА открыта запись. В принципе, у нас жители уже об этом знают, активно записываются и приходят. Кабинеты работают, все прививочные пункты вакцинации работают ежедневно, даже в выходные дни. Стоит отметить, что сделать прививку можно в любом пункте, независимо от прикрепления. Такой возможностью воспользовалась 65-летняя Елена Романова. Она приехала из Рязани в гости к своей дочери, которая проживает в поселке Дрожино. Именно здесь, в новой южной поликлинике, Елена прошла первую фазу вакцинации. Я хочу с внуками встречаться, с ними общаться. И это опасно все время. Эта опасность уже на психику влияет. Ты начинаешь бояться к зубам исходить. Вся процедура занимает чуть более получаса. За это время пациент должен заполнить анкету, побеседовать с врачом, который выявит возможные противоказания, медицинские отводы. После укола нельзя сразу же уходить. Нужно посидеть в шаговой доступности от медработников в течение 15-20 минут. Сейчас поступает вакцина, которая разрешается все возрастные категории от 18. Естественным противопоказанием является только беременной женщины и лица до 18 лет и период острых респираторных заболеваний. Как рассказала заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатулина, прививаться вторым компонентом нужно через 21 день. После первой процедуры в пункте вакцинации указывается следующая дата явки. Если пропустить второй этап, то устойчивый иммунитет не будет сформирован. Благодаря именно вакцине-профилактике создается иммунитет и этим самым образуются антитела, которые будут защищать наш организм от коронавирусной инфекции. И тем самым мы можем просто, медики, справиться с этой пандемией. Также в муниципалитете будет организована выездная форма вакцинации. Министерством здравоохранения Московской области нам были выделены для этого передвижные морозильные камеры, которые устанавливаются, будут перевозиться на предприятия или какие-то организованные коллективы, куда мы будем выезжать. Мы уже составили бригаду, которая будет выезжать и вакцинировать в предприятиях. Напоминаем, что сделать прививку можно в любом пункте вакцинации по предварительной записи. В будни с 8 до 20, в выходные дни с 8 до 14 часов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Они каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасти чужие. В любой момент готовы выехать на место ЧП. На сборы у них есть всего 27 секунд. Пожарно-спасательный гарнизон Ленинского округа вновь признан лучшим в Московской области. Почему? Узнаем у нашего корреспондента Екатерины Борисовой. Их работа опасна и трудна, но так необходима. Пожарно-спасательный гарнизон Ленинского городского округа уже второй год подряд становится лучшим в Подмосковье. Такую оценку дали гарнизону за высокие результаты оперативного реагирования, качество работы на пожарах и при чрезвычайных ситуациях и занятые призовые места на областных спортивных соревнованиях. Это вообще слаженная работа. Тут 100% совместно с администрацией, совместно с объектами, которые так или иначе участвуют в тушении пожаров, и помогают нам в организационной работе. То есть вся система РСЧС тут оценивается, как сработало в течение года. Сотрудники гарнизона готовы к выезду 24 часа в сутки, ведь призыв о помощи может поступить в любое время. В среднем в день обычно поступает 5-7 вызовов. Улица Заводская, дом 34, квартира 78, дым из окна. Теперь на сборы у спасателей есть 27 секунд, чтобы экипироваться, а затем умчаться на встречу с опасностью. Ликвидировать пожар, последствия ДТП или прорыв трубы, спасательные работы во время паводков или любых чрезвычайных ситуаций, казалось бы, нет ничего, что было бы не по плечу бойцам пожарно-спасательного гарнизона. Должен быть, безусловно, смелый, должен быть готов к самопожертвованию, потому что работа это обязывает. И должен быть выносливый. Можете себе представить, на 15 этаж забежать в полной экипировке, какая нагрузка на организм. Константин Жаворонков уже 5 лет работает спасателем. Говорит, с тех пор ни разу не пожалел о выборе профессии. Всегда тянуло совершать подвиги. Хотя, признается, работа не из легких. Когда ты находишься в дыму, тушишь квартиру, как правило, или дом, ты ничего не видишь абсолютно. Полная темнота, видишь только вспышки, где-то там что-то горит. Видишь немножко огня и идешь на него. Идешь на температуру и на свет. И найти пострадавшего в этот момент, и еще при этом потушить это все нужно, и самому оттуда выйти, это очень тяжело. Каждый день спасателям приходится сталкиваться с опасностью, с нестандартными и сложными случаями. На пожаре буквально совсем недавно увидел, что такое обратная тяга. Закрытое горение. Внутри какого-либо помещения открытых чагов не видно. Дверь открываешь, и происходит хлопок. Дверь, получается, вышибает. И появляется сильная температура, и открытые языки пламени. В пожарно-спасательной части есть все необходимое. Кухня, спальня, учебный зал, тренажеры. Каждый день в расписании сотрудников занятия по физподготовке, чтобы всегда быть в форме, учеба и отработка нормативов. И, конечно же, подвиги. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. На сайте музея-заповедника Горки-Ленинский еще в период введения ограничений из-за пандемии начал работать раздел «Виртуальный музей», где можно познакомиться как с существующими экспозициями, так и с созданными специально для этого раздела. Одна из них называется «Симбирское время». Чему посвящена эта виртуальная выставка, узнал Максим Козлов. Пройтись по этой выставке нереально. Посетить эту экспозицию можно только листая страницу на мониторе компьютера или смартфона. Поэтому с ее автором Светланой Генераловой мы прогулялись по коридорам музея, кабинет и квартира Ленина в Кремле, где Светлана и рассказала о виртуальной экспозиции. Выставка называется «Симбирское время». И она посвящена золотым годам жизни семьи Ульяновых. Это время, когда у них был собственный дом, причем не просто там, а усадьба городская, 50 соток земли, сад, кухни, конюшни, время, когда папа делал карьеру, когда дети учились в гимназии, учились очень успешно. Из шести детей четверо получили медали. Выставка «Симбирское время» охватывает период жизни семьи Ульяновых с 1869 по 1887 год, когда они за год до рождения будущего вождя мирового пролетариата приехали в Симбирск, ныне Ульяновск. Здесь и сейчас сохранился их дом, где устроен музей. Семья была благополучная, отец был глубоко верующим человеком. Он верил в то, что просвещение изменит эту жизнь, наше общество, что образованные люди будут по-другому жить, чувствовать. В семье был культ просвещения, культ книги, поэтому такие огромные библиотеки собирает эта семья. Часть книг и нот можно и сейчас воочию увидеть в экспозициях, расположенных в музее кабинета квартиры Ленина в Кремле. Их исследование также отразилось в виртуальной выставке «Симбирское время». Я внимательно изучала библиотеку нотную семьи Ульяновых. И революционные песни там содержатся в очень небольшом количестве, и все это уже постсоветские издания. А то, что было собрано семьей до революции, это немного романсов, популярной музыки, в основном это классика. Организаторы надеются, что однажды посетители музея-заповедника Горки-Ленинские смогут увидеть многочисленные документы и фотографии вживую. Впрочем, по мнению Светланы Генераловой, у виртуального формата, в котором сейчас существует выставка, есть свои преимущества. Те, кто хотел познакомиться с этой выставкой, могут это сделать в том режиме, который им удобен. Фотографии, документы, предоставленные нам Мемориалом Ульяновским, Российским государственным архивом политической истории. Они все в хорошем качестве. Это можно на нашем сайте, в разделе «Виртуальный музей». Все это можно посмотреть. Изображения интерьеров и уникальные документы, известные снимки и рассказ о жизни и быте того времени, ведя зрителя по лабиринтам жизни этой семьи, авторы выставки надеются, что они вместе смогут достичь главной цели. Дети из этой благополучной, успешной, даже верующей первоначальной семьи стали профессиональными революционерами. Почему такое произошло? Мы на этот вопрос хотели ответить. Причем ответ на этот вопрос авторы оставили открытым, чтобы каждый, кто зашел на страницу виртуального музея, постарался сам понять, как же так получилось. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Славная традиция в 2018 году зародилась в микрорайоне «Зеленые аллеи». Жительница одного из домов инициировала сбор крышек от пластиковых бутылок, которые после переработки получают вторую жизнь. А вырученные от сдачи пластика деньги направляются в фонд помощи детям-инвалидам. Наш корреспондент Юлия Погосяна узнала, как работает акция «Добрые крышечки». Все начиналось со 140 килограммов собранных крышек от питьевых бутылок в год. Сегодня цифра достигла рекордных показателей. Куратор акции «Добрая крышечка» в городе Видное Татьяна Фарафонова сбилась со счета. Проект вышел за пределы микрорайона «Зеленые аллеи». Соседи настолько привлекаются и вдохновляются этим проектом, что они подключают своих друзей, знакомых, близких, коллег. И таким образом набираются крышечки не только с ЖК «Зеленые аллеи», а уже, наверное, со всей Москвы. И даже везут с отдыха и со всех уголков нашей страны. Собирать крышки Татьяна начала в 2018 году, после того, как вдохновилась работой фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». «Добрая крышечка» – одна из постоянных эколого-благотворительных акций фонда. Средства от сдачи пластика на переработку идут на покупку реабилитационной техники сиротам с ограниченными возможностями здоровья. Зашла на сайт, посмотрела статистику, куда идут эти денежные средства. Я хочу сказать, что по сравнению, например, в 2017 году было приобретено четыре коляски для детей-инвалидов. А в 2020 году таких колясок уже было 15. Эти коляски, они номиналом от 150 тысяч рублей до 230-250 тысяч рублей. В одном только микрорайоне «Зеленые аллеи» и более 50 подъездов, где организованы пункты сбора крышек. Также они расположились в некоторых школах и детских садах, торговых центрах в других подъездах города. Раз в два месяца куратор акции Татьяна Фарафонова отвозит крышечки в так называемый собиратор, откуда пластик попадает на переработку. Здесь вот есть маленькие обозначения, мелкими буквами, вот «ПП» написано. Такие крышечки не берут в акцию. Их приходится из всего этого объема выбирать и отдельно сдавать в собиратор для переработки. Крышки должны быть чистые и без вкладышей. На переработку принимаются пластиковые элементы от питьевых бутылок, от упаковок дойпак, колечки от крышек и от пятилитровых баллонов. Это нужная помощь. Я думаю, что маленькая такая будет помощь от нас всех, нашим детям. Присоединиться к акции может каждый желающий. Организовать в своем подъезде централизованный сбор крышечек или самостоятельно собирать пластик, чтобы потом относить его в пункт сбора. Подробнее об эколого-благотворительном движении можно узнать на сайте отказники.ру. Юлия Погосян, Кирилл Абанов, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Работая в формате онлайн, сегодня мало кого удивишь. За последний год библиотеки муниципалитета реализовали множество творческих проектов. Но знали ли вы, что среди них есть даже шоу? Подробнее расскажет Александра Столярова. «Мы приехали в Молоково не просто так. Говорят, тишина должна быть в библиотеке. Но здесь это правило заменили. В библиотеке должно быть весело. Поэтому здесь выпускают шоу «Угадай». А что это такое, мы сейчас узнаем». С началом пандемии библиотеки муниципалитета перешли на работу в режиме онлайн. В марте заведующей Молоковской библиотекой Елизавете Коробкиной пришла идея снимать на базе учреждения шоу «Угадай». За основу взяли всем известную программу «Угадай мелодию» и добавили новые фишки. «Как в известной «Угадай мелодии» есть только первый тур. Ну, второй, понятный, третий. Но они там идентичные, типа «Угадай музыку» и так далее. У нас добавлены туры с кроговорками под песню, с стихами под песню, когда даются стихотворения авторов. И надо наложить на музыку, например, «Шветлана Лободы». Одним из таких нововведений стал тур «Песенный крокодил». Сейчас показывать я буду, отгадывать будешь. Ага. Грустно. Ну, снег идет, метель. Опять, метель. На сегодняшний день вышло уже 35 программ. Все они доступны в инстаграме библиотеки. Но сегодня попасть на шоу «Угадай» можно только по приглашению. В дальнейшем, когда пандемия закончится, мы планируем звать, конечно, жителей и даже, может быть, устраивать какой-то турнир в этой игре между жителями, ну, типа как батл, что, типа, жители микрорайона соревнуются между собой в знании музыкальном. Летний вечер в Соренто мы все знаем. А про зимний еще не все? А вот про зимний вечер не все знают. Поэтому я уверен, что... Сейчас я ему наберу. Алло, алло, привет. Слушай, появилась идея. Давай уже это... Ну, летний вечер в Соренто уже закончим. Давай зимний вечер. В конце каждого шоу «Угадай» участники из «Волшебной вазы» достают предсказания. Предсказания для себя, для Елизаветы и для библиотеки. И вот как раз мы решили, что будет интересно, если создатель этого шоу достанет предсказания для вас, наши дорогие зрители. Все ваши желания непременно исполнятся. Так что больше мечтайте, дорогие зрители. Не менее популярно у читателей библиотеки и шоу «Звонок с вопросом». В дальнейшем заведующая планирует запустить новые программы. Но какие – пока секрет. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Вид на этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!